И поговорим о боярышнике Пол Скарлетт. Боярышник имеет синонимы ещё и Вильям Пол, хотя тут как бы можно поспорить, сейчас вы поймёте почему. То есть считается, что этот боярышник как бы представил миру Вильям Пол, хотя это не совсем так. Давайте посмотрим, что у нас с этим боярышником. Ну, вот это вот ветка боярышника с моего экземпляра. У меня растёт этот боярышник возле елового леса, и каждый год он вот так цветёт. То есть боярышник реально очень красивый, необычный. Первое описание Махрова, вообще Махрова-боярышника, найдено было в работе 17 века. Абрахам Мунтинг, профессор медицины, точное описание земных растений, такая работа у него есть, она вышла в 1696 году. И там же в этой работе был рисунок Махрова-боярышника. Вот он, этот рисунок 17 века. И вот тут вот я увеличила чуть-чуть, чтобы было видно, что это Махровый всё-таки боярышник. Линей ввёл название вот такое, вот как вот здесь написано. Для одного из видов североевропейского боярышника, это время, в долгое время все Махровые боярышники, похожие друг на друга, называли вот этим вот названием, таким, которым ввёл Линей. И боярышник обыкновенный, и однопесничный, все были оксиканта, вот такие вот. И только лишь в 20 веке уже эти боярышники разделили на самостоятельные виды. В Европе Махровые боярышники во времена, в 19 веке встречались вот под такими названиями. То есть вот это всё можно было встретить. И вот тут вот это всё мы видим. Это рисунок Луи Вангута. Про Луи Вангута мы тоже говорили на прошлом вебинаре. Если вы помните, я вам обращала ваше внимание, что он был очень хорошим рисовальщиком. То есть у него выходили работы именно его рисунков. Вот это вот один из его рисунков Вангута, там, где он представил различные виды боярышников, которые были вот на тот момент в Европе. Как же, откуда же взялся Поль Скарлетт или Поль Скарлетт? Первое о нём упоминание, вернее, даже не то, что упоминание, а весь рассказ, откуда он взялся, появился в 1866 году. В одном из выпусков ежегодника или ежемесячника, сейчас не могу точно сказать, флорист и помологист, он выпускался регулярно, в Лондоне появился... Ой, я вам сказала, что мы во Францию перенеслись. Нет, мы перенеслись в Англию. Извините, это я уже вперёд забегаю. Вот. Примерно в последние годы, в середине XIX века, ну, 1858-й или 1859-й, в саду известного английского садовода Кристофера Бойда обнаружили на дереве, на большом дереве, обнаружили странную ветку боярышника. Дерево махрового боярышника было, но у него от центра дерева отходила сильная ветка, которая очень сильно отличалась от самого дерева. Цветы были более насыщенные, листья отличались немножко, и то есть совершенно вообще какая-то невероятная вещь случилась с этим деревом. Эта ветка постепенно увеличилась в размерах и сохраняла вот этот вот цвет необычный и характер роста и листья, то есть как бы видно было, что из дерева растёт совершенно что-то другое. Вот. И контраст между вот этим деревом и веткой был очень сильно заметен, так что, ну так как там все же было общество садоводов, все друг друга знали, ходили друг к другу в гости, естественно, эту ветку все знали, все за ней следили, приходили к этому Кристоферу Бойду, и когда уже поняли, что это, вероятно, новый сорт, у него попросили черенки два питомника. Питомник Вильям Пол и питомник Пол и сын. Это два брата, мы сейчас о них поговорим. Они оба размножили этот боярышник, и оба вот в 1966 году уже представили его на выставке в Королевском ботаническом саду в Риджинс парке и предлагали уже его к продаже, ну, записи на этот боярышник. И вот эта вот картиночка, которая вышла вот в этом издании «Флорист и помологист», это первое изображение боярышника Пол Скарлетт вообще, ну, в истории, как вот это вот первое. То есть они там, если его почитать, этот выпуск, то там написано, что мы попросили, вот мистера Фитча, может быть, это какой-то был у них тоже известный рисовальщик, попросили зарисовать эту ветку, вот он ее нарисовал, и они вот ее поместили в этот сборник как первое изображение будущего сорта Пол Скарлетт. Хотя еще не знали, что это Пол Скарлетт будет сорт, но как бы знали, что это уже что-то новое. Кто такие Полы? Был такой Адам Пол, который основал питомник в Хартфордшире в 1806 году. Потом он умер, у него осталось два сына, старший брат и младший брат. Младший Вильям и старший Джордж. И какое-то время они еще поддерживали этот питомник, потом они разругались и основали свои питомники. Каждый сам свой. Младший Вильям Пол и сын, и старший Джордж Пол и сын в другом месте. Вот это вот питомник, фотография, то, что было в 1948 году с питомником Джорджа. Это уже Джордж-пладший, это уже сын того Джорджа. И два эти питомника конкурировали между собой, они были конкурентными. Более того, отношения были очень натянутыми, и в периодической прессе того времени, вот в этих сборниках, в еженедельниках, в каких-то газетах все время была перепалка между братьями. То есть они друг другу предъявляли какие-то претензии там по садоводству, спорили постоянно. То есть какие-то скандальные разборки все время были. Но это может быть и неплохо, потому что это поднимало их, ну, рекламировало оба питомника. И, в общем, читателям это было интересно читать. Вот. Но надо сказать, что питомник Вильяма Пола был более успешный и более, ну, успешный, да. Потому что Вильям обладал литературным талантом. Он очень хорошо писал. Более того, его заметки вот в прессе того времени о наблюдении, о жизни природы, как себя ведут растения в природе, как себя ведут растения в саду, он это все описывал. И его заметки читал Чарльз Дарвин. И очень им был восхищен Вильямом Полом. Вот. И, кстати говоря, потом он активная деятельность у него была в плане роз. Вот тут Лена Елисеева, наверное, нам скажет, что она наверняка знает хорошо. У него много сортов популярных. И даже сейчас это Пол Скарлетт Кламбер есть роза, и Русалка, и Альбатрос, и еще какие-то другие. Вот. Много книг у него до сих пор пересдаются. Вот. Вот. Росгарденс, Розовый сад, это тоже его. То есть он был еще и писателем, помимо того, что он был хорошим питомниководом и селекционером. И вот как-то так получилось, так как он был более успешный, что все-таки вот этот боярышник приписали ему. Он его... Хотя на самом деле родился он в саду Кристофера Бойда. И получили его первыми, получили оба брата. Но почему-то вот пальма первенства осталась за Вильямом Полом. Вот. Вот этот боярышник в Европе. И вот эта роза, ну просто чтобы иметь представление, что они похожи даже где-то слегка чем-то. Роза Пол Скарлетт Кламбер. И вот так вот цветет этот боярышник в Англии. Это английский сад Хиллер. И вот так это цветет боярышник у нас. Это еловый лес. Это полутень. Полутень. Но я не могу сказать, что вот это лучше, а вот это хуже. Как бы тут очень все настолько индивидуально. И смотря где и как применять. Да, да, Саша говорит, что у нас лучше. Вот. То есть, ну мне кажется, что вот при таком варианте вот более видно вот это вот, то, что это розочки, что даже это цветочек. Я бы даже назвала их, посмотрите, они какие-то сакуроподобные. То есть какой-то отсыл такой легкий-легкий. Возможно, к сакуре, может быть. У меня какое-то такое ощущение. Вот. Это все мои экземпляры. Это мое дерево. Вот. Оно сейчас очень большое выросло. Я его вовремя не стригла. Я вообще думала, что оно не выживет. Судя по тому, что писали у нас, пишут в прессе, что у нас этот сорт не живет. Но почему-то у меня оказался устойчивый экземпляр. И он очень гигантский вымахал вверх. И я думаю, что в этом году его надо сильно резать. И если кому-то нужны черенки. Он, кстати, пишет, что хорошо черенкуется. По-моему, меня, по-моему, даже... Я в прошлом году посадила. Что-то у меня, по-моему, даже укоренилось. Если зиму переживет сейчас. Вот. То есть вот такой сорт. Вот он интересно очень выглядит на фоне елок моих, которые в лесу у меня растут. Как-то очень... Как-то сказочно, необычно на фоне елок. Вот это вот все. Вот. И, ну, какие у него особенности? Достаточно длительное цветение, да. Могу подтвердить, что... Ну, у меня еще там полутин, если считать, что он возле леса. Цветет он долго, реально долго. То есть практически, ну, наверное, месяц можно наблюдать вот это все. Потом они чуть-чуть тускнеют, цветочки становятся более такого, как я называю этот цвет, французский розовый, с таким... розовый с легким серым оттенком. Вот. Ну, цветы махровые, понятное, что крупный кустарник или деревца. Предпочитает хорошо освещенные места. У меня место освещенное, но это все равно полутень. Это опушка леса. В полутени становится голенастом. Да, вот у меня как раз он вот не такой, а не вот такого формы, а именно вытянутый, вот так, вверх. У тебя тоже зависло видео, Саша? Нормально все? У меня что-то видео зависло. Ну, ладно. Плодоносит он. Плодоносит. Крайне скудно, но все-таки плоды встречаются. Листья у него блестящие, кожистые и, в принципе, здоровые до самого опадания. О, Светлана Жук говорит, звук немного отстает. Ну, возможно, главное, что он есть. Вот. В общем, вот такой вот прекрасный сорт. Дальше хотела бы я вам еще остановиться, сказать про два сорта, которые получились на основе этого полоск Карлета. Они родились в 35-м году на станции, опять же в Америке, на станции селекции сельскохозяйственных культур Канады в Мордоне. Это Монитоба. Было скрещивание, получили гибрид между Полом Скарлеттом и Боярышником Суккулента. Получили два сорта – Тоба и Сноуберт. Чем они отличаются? Они абсолютно одинаковые по внешнему виду, а отличие у них только в том, что сорт Тоба распускается розовым, наоборот, распускается белым. То есть они оба белые, распускаются белыми цветами, вот такими, но Сноуберт так и остается белым до самого конца, падают лепестки такие же белые, а сорт Тоба розовеет с возрастом и превращается вот в то, что мы видим вот на этих картинках. То есть интересная очень такая вещь. Обычно бывает наоборот, распускаются розовые цветы и потом как бы выгорают, превращаются в белые, а тут наоборот, распускается белым и розовеет с возрастом. Вот. У этого сорта авторы же, авторы канадские отмечают, что у него склонность к искривлению ствола. То есть получить, очень сложно получить ровный такой ствол у этого боярчика. Обязательно он в какой-то момент начинает искривляться. Ну и тоже редкое плодоношение. Осенняя окраска бывает от желтой до оранжевой. Ну вот старый экземпляр у нас в ГБС. Вот тоже вы видите, какие стволы кривые. И вот этот был один из годов, когда было у него мощное плодоношение. Это один год такой какой-то был. Это вот мы на экскурсии были, и там ну очень много плодов было. Вот. Вот что касается боярчника Пол Скарлетт.